Состоялись первые пять партий чемпионата Чувашии по шахматам. В борьбе за звание сильнейшего соревнуются около 60 спортсменов из городов и районов Чувашии. За битвой умов следила и наша съемочная группа. 32 фигуры, 64 клетки и огромное количество комбинаций, с помощью которых легко развивается логика, скорость мышления и пространственное воображение. В шахматы играют взрослые и дети. Для интеллектуальной битвы не надо отдельных больших помещений. Доску можно открыть в любом месте, в любое время. Шахматная федерация изначально была ориентирована на развитие детских шахмат Чувасской республики. И в настоящее время проводится очень большое количество соревнований, в которых участвуют дети. Сказать, что они не хотят, это было бы неправильно. Дети очень хотят. В настоящее время даже не хватает тренеров, не хватает места, где могли бы мы заниматься детьми шахматами. Но тем не менее, как-то вопросы решаются. Наши дети активно выступают не только на территории Чуваши, они выезжают активно и в Казань, и в Кострому. Антону Смирнову 10 лет. В шахматы он пришел два года назад, после того, как наскучили шашки. Антон уже не раз побеждал на городских, республиканских соревнованиях, выезжал и в другие города. Так что есть опыт игры и вполне серьезные цели. Я хочу стать гроссмейстером, достигнуть примерно рейтинга 2600, попробовать. Но сейчас, в ближайшее время, хочу получить КМС. Естественно, что Антон с особым вниманием следил за ходом матча за шахматную корону между российским гроссмейстером Сергеем Корякиным и чемпионом мира Магнусом Карлсоном. И строил свои прогнозы, оказавшиеся верными. Там, в первых партиях, Карлсон играл белыми. И когда получались ничьи, я думал, что когда Корякин будет играть белыми, у него будет некоторое преимущество. Когда он выиграл, я думал, что дальше ему осталось только сушить и играть ничьи. Но когда я дошел до тайбрэйка, там ясно было, что Карлсон, кажется, сильнее. Он был более опытным. Таких юных и талантливых шахматистов в Чувашии достаточно. Здесь, на чемпионате, они играют наравне со взрослыми. Такое решение приняли их тренеры для совершенствования навыков и повышения мастерства. Пока о результатах говорить рано. Заключительные партии будут разыграны в ближайшие выходные. А через неделю впервые Республиканская Федерация проведет городские соревнования шахматушки, в которых за доской встретятся дети 5-6 лет. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.